Да, коллеги, давайте начинать. Сегодня у нас очередное заседание общероссийского семинара по оптимизации. Доклад будет делать Константин Мищенко. Константин сейчас является либо аспирантом, либо уже защитился, это он, наверное, сам точнее скажет, в Каусте. Это, если я правильно понимаю, институт Кинга Абдулы в Саудовской Аравии. Он работает в группе Питера Рихтарика, но вообще на самом деле он уже известен как активный самостоятельный исследователь. Он имеет публикации с большим числом разных ученых, не только с Питером Рихтариком. И, собственно, сегодня он нам будет рассказывать достаточно популярное сейчас направление, как решается задача минимизации суммы функции. Ну, естественно, это слишком общее направление. Речь пойдет о специальном способе выбора слагаемых, то есть совсем случайно или как-то случайно перестановку потом из них брать. Ну, подробнее об этом Константин расскажет. Все, что я хотел сказать, что это сейчас действительно очень популярно, и очень много исследований, статей пишется на эту тему. Поэтому, конечно, пройти мимо этой темы было нельзя на семинаре. Вот замечательно, что у нас появилась возможность послушать активно работающего в этой области специалиста. Константин, пожалуйста. Спасибо, Александр. Можно, пожалуйста, еще кое-что попросить? Костя, можешь, пожалуйста, на всякий случай включить запись? Включу. И еще немножко про вопросы. Тебе будет удобнее, если мы будем в конце слайда, насколько я понимаю? Да, условно говоря, в конце слайда. Желательно просто не перебивать. Если я увижу, у меня здесь открыт чат отдельно, если я увижу вопрос, я его прочитаю и постараюсь ответить. Да, в общем, коллеги, тогда я выключу на всякий случай у всех микрофоны, чтобы не создавалось эхо. И если будет непонятно что-то, я могу тогда включить микрофон, и вы сможете задать голосом вопрос. Ну или как удобнее будет. Также напоминаю, что можно поднять руку. Сначала для этого нужно нажать, такая функция в Zoom есть, поднять руку. Нужно нажать участники, откроется список участников, и внизу там будет такая иконка с рукой поднятой. Ее нажимаете, и я тогда вижу, что вы поднимаете руку, и я вам тогда смогу включить микрофон. Так, секундочку, я сейчас выключу весь звук и включу его кости. Так, все. Меня слышно, да? Да, слышно. Все, пожалуйста, Константин. Замечательно. Спасибо, Александр, за то, что представили. Мне очень приятно, что вы меня называете специалистом. Очень лестно слышать такие слова. Я сейчас действительно до сих пор являюсь аспирантом. Моя стажировка, моя защита отложилась ввиду того, что у меня сейчас будет стажировка. И после где-то ноября я собираюсь поехать в Париж в группу Франсиса Бака и Александра Деспромона. Собственно, людей, которые у меня даже в магистратуре ввели некоторые предметы. И там я на некоторое время буду на позиции постдока. А прямо сейчас я все еще аспирантуре, и защита у меня пока не состоялась. Но вот, тем не менее, я буду представлять работу, которая будет занимать довольно важную позицию в моем дипломе. Я очень доволен тем, что мы этой темой занялись. Удалось получить, как мне кажется, довольно интересные результаты, которые в то же время имеют отношение к практике. Прежде чем я приду к теме нашей презентации, я хочу упомянуть моих двух авторов. Александр уже упомянул Питера Рихтарика, который является моим научным руководителем. Он из Словакии, он переехал несколько лет назад в Саудовскую Аравию. И, собственно, когда я к нему подавался в аспирантуру, я не знал, что он собирается туда переехать. Для меня это было чем-то противоположным. Он был тогда в Эдинбурге, и Эдинбург славится тем, что там дождливая погода, все время пасмурно. И вот что-то такое я себе представлял, если я поеду к Питеру заниматься аспирантурой. Как только мы с ним поговорили, он мне сказал, что он мне дает оффер, и еще что, он переезжает в Саудовскую Аравию. И когда он у меня спросил, интересует ли меня все еще позиция аспиранта, я сказал, нет, 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 в Саудовскую Аравию нет. Тем не менее, ему удалось меня уговорить приехать на неделю. И приехав туда на неделю, я узнал, что в Саудовской Аравии есть что-то, кроме нефти. Оказалось, там построили большой университет, так еще и в 2009 году. Мой второй соавтор – это Ахмед Калет, он из Египта. На удивление, он студент бакалавриата, он учится в Каирском университете, заканчивает четвертый курс сейчас. Собственно, когда мы только-только начинали, он закончил лишь третий курс. И вот, к огромному моему удивлению, существуют такие люди, которые никогда не занимались олимпиадами. Он говорит, что его университет просто ужасный, заслуги университета в его образовании нет. Но, тем не менее, он очень способный. И вот, если кому-то вдруг придет когда-то от него сообщение, я рекомендую пообщаться с Ахмедом. Он очень интересный человек. Про нашу группу мы расположены, еще раз, в Саудовской Аравии, конкретно на берегу Красного моря. Вот красная звездочка, отмечено это место на карте. И там хорошо плавать, там хорошо зимой, летом. Прямо сейчас там плохо, поэтому я в Москве. В Москве сейчас намного приятнее, чем в жаре в Саудовской Аравии. Наша группа довольно большая. Здесь есть фотография, которая отчасти устарела, отчасти на ней много стажеров. Но, что интересно, это то, что из, по-моему, 16 человек здесь половина – это русские ребята. При этом многие из них еще и из МФТИ. Соответственно, Питер в какой-то момент, начиная с меня, начал приглашать людей из МФТИ. У него также есть совместные проекты или были совместные проекты с Александром, с Эдуардом. И я так понимаю, Питер очень доволен качеством студентов, поэтому он наверняка надеется еще какое-то количество аспирантов себе получить. Здесь справа перечислены некоторые люди из нашей группы. Вы можете также на сайте Питера найти больше информации про тех, кто прямо сейчас является студентом или фастдоком или ассистентом. Значит, про доклад. Я хочу рассказать немного про саму задачу и, в первую очередь, про то, какие методы существуют и в чем их преимущество для решения общей задачи минимизации. Это все нужно, чтобы объяснить, что нас волнует на практике, какие методы являются быстрыми, какие не очень. И методы, которые я пишу, такие как квазиньютоновские, ускоренный метод Нейстерова, они очень хороши, они очень широко применяются, но у них все-таки есть некоторые недостатки. И это то, где я перейду к стахастическим методам, опишу, в чем их, собственно, преимущество. А дальше мы углубимся в детали про эти самые стахастические градиентные методы и про то, как именно можно их делать. И вот мы перейдем к методу перестановок, который является основной темой этого доклада. А в самом-самом конце я вам покажу несколько графиков и расскажу вкратце про теорию, которую мы придумали. Я в целом надеюсь, что доклад будет не слишком длинным. Мне кажется, будет интересно рассказать попроще, а потом интересующиеся смогут посмотреть статью уже в интернете. Значит, начнем с самой задачи. Вот у нас есть функция, которую мы хотим минимизировать. Значит, я буду все время предполагать, что функция это выпуклая, она гладкая, то есть ее градиент является липшим целом. И что самое важное, она представляет из себя сумму функций. То есть вот у нас есть n слагаемых, каждая из них обладает вот этими перечисленными свойствами. Сильная выпуклость и гладкость. Это можно представить так. Гисян каждой функции по отдельности ограничен снизу положительной константой и сверху тоже ограничен. Ограничен в смысле его нормы. Или можно подпереть его единичной матрицей сверху и снизу с точностью до констант. Значит, вот это количество данных n нас с точки зрения метода перестановок будет интересовать, когда n большое. Но для начала можем представлять, что n любое. И то же самое касается размерности d. То есть мы будем рассматривать минимизацию по векторам из rd. И вот посмотрим, какие методы для этого существуют. Так, дальше. Отлично. Мы можем представлять себе два таких основных примера. Значит, задача наименьших квадратов с L2 регуляризацией. Она как раз хороша тем, что тут часто бывают постановки, где большое d и большое n. И логистическая регрессия. Опять же, когда у нас и n, и d очень большое, линейные модели оказываются самыми эффективными с точки зрения времени. Если вы хотите использовать какую-то предсказательную модель на огромном потоке данных, у вас просто не будет времени каждый раз приобучать модель на что-то более сложное, чем линейная модель. Тут спрашивают в чате. x в четвертой – это сильная, выпуклая, гладкая функция, разве ее градиент липшицы? На самом деле она не является гладкой, потому что ее вторая производная – это будет x квадрат, и она сверху не ограничена. Собственно, по той же самой причине эта функция не является, ее градиент не является липшицей. То есть нас интересует пример, больше похожий на что-то типа x квадрата, задача наименьших квадратов. Вот лучше всего представлять этот пример в голове, когда мы будем обсуждать задачи и методы. Значит, какие методы мы можем себе представить? Вот самый-самый простой метод, который приходит в голову – это градиентный спуск. Вот ему уже скоро будет 200 лет исполняться, он еще относится ко временам каши, и он очень прост в имплементации. Его взять, написать программу, которая выполняет градиентный спуск, очень легко. Нам нужно лишь посчитать nublife, то есть вектор из всех производных, и вычесть его с некоторым коэффициентом гамма. Сколько времени у нас на это уйдет? Поскольку нам нужно весь вектор x использовать, у нас появляется размерность d в сложности вычисления одного градиента. А поскольку у нас функции n, и в худшем случае каждая из них потребует для вычисления градиента d операций, у нас получается на каждый градиент, на каждую итерацию этого метода нужно n умножить на d вычисление. Вот есть такой простой результат про сходимость градиентного спуска. Значит, если у нас функция сильно выпуклая и гладкая, значит, при шаге достаточно ограниченном у нас сходимость будет 1 минус гамма мю в степени k. То есть гамма мю – это что-то маленькое, можно представить, что это 10 минус 6. И вот, значит, с константой 0,9,9 в какой-то большой степени мы сходимся к нулю. Именно расстояние до оптимума сходится к нулю. И какой именно шаг нам нужен? Вот такая простая оценка позволяет его выбрать. Что здесь важно, это то, что шаг можно брать постоянным. Нам не нужно его уменьшать. Мы можем просто его зафиксировать в самом начале и больше никогда не менять. При этом, чтобы его выбрать, нам достаточно знать l и мю, а можно даже обойтись и просто l, просто взять шаг 1 на l. И если подставить в эту оценку, которую здесь написано, гамма равна 1 на l, у нас получится, что внутри скобок будет 1 минус мю делить на l. Единственная проблема с этим методом – это то, что каждая итерация дорогая. И на самом деле две проблемы. И вторая проблема – это то, что мю делить на l может быть очень маленьким. Это означает, что несмотря на то, что сходимость получается экспоненциальная, каждый раз у нас есть сжатие, причем константное, это сжатие может быть слишком медленным, и поэтому метод может работать не очень быстро. Есть простое решение к этой проблеме. Это ускоренный метод Нестерова. Значит, он совмещает в себе две итерации. Первая итерация мы считаем y каптус 1, просто как градиентный шаг из x. А вот второй шаг, он чуть более интересный. Это так называемый момент или ускоренная часть этого метода. То есть мы прибавляем к посчитанному y разницу предыдущих y. И я не буду сейчас много говорить про этот метод, потому что метод перестановок с ним напрямую не связан. Но, тем не менее, важно знать, что он улучшает сходимость с точки зрения того члена, который стоит внутри скоба. Вместо mu делить на l у нас получается корень из mu делить на l. Вот отличный метод. Опять же, очень легко его запрограммировать. И у нас получается довольно быстрая сходимость. Дальше. Можно еще улучшить эту сходимость, если использовать, так сказать, более тяжелые инструменты. Если у нас размерность d не слишком большая, то можно подставить обратный гисян. И вместо того, чтобы просто умножать градиент на какое-то число, мы будем использовать вот эту матрицу. В зависимости от того, как мы эту матрицу считаем и какими свойствами эта матрица обладает, у нас может быть разная стоимость вычислений. Но в целом гисяны обычно будут плотными матрицами. И следует ожидать, что сложность одной итерации будет уже d в квадрате или даже d в кубе. То есть с точки зрения размерности у нас все становится намного хуже. С другой стороны, если мы посмотрим на именно то, как быстро xk, итерация метода, сходится к оптимуму задачи, к x-звездой, у нас оказывается следующая картина. У нас есть точность на итерации k плюс 1, и она связана с точностью на итерации k через квадратное отношение. То есть вот здесь нужно обратить внимание, что xk плюс 1 в левой части, эта норма стоит без квадрата, правая часть стоит с квадратом. Соответственно, чем ближе мы находимся к x-звездой, тем быстрее мы к нему сходимся. И такая сходимость называется квадратичной. И что еще очень важно, мы избавляемся от проблемы того, что μ делить на l какое-то очень маленькое число. μ делить на l нас здесь больше не интересует. Оно здесь может только повлиять на сходимость метода с точки зрения того, как далеко мы изначально должны быть от x-звездой. То есть если хочется получить решение с высокой точностью, метод Ньютона отлично для этого подойдет. При этом имплементировать его тоже достаточно просто. Нам нужно лишь на каждой итерации решать линейную систему. Главное, чтобы мы могли считать как-то гися. В этом случае существует много эффективных методов, которые просто уже для вас подготовлены. Вы их используете, и все работает замечательно. Главное, чтобы вы были близко в начале, и где-то за 20 итераций тогда вы сойдетесь к решению до машины точности. И чтобы еще улучшить эти методы, был предложен еще очень давно, в середине 20 века, подход к квазинюнтоновских методах. Когда у нас нет точного гисяна, но мы его как-то оцениваем, исходя из локальной информации. Вот Антон Радаманов неделю назад сделал доклад на эту тему. Если кто не видел, я рекомендую посмотреть видеозапись. Там прекрасно описано, как быстро сходятся эти методы. Вычисления в этом случае сводятся к умножению просто матрицы на вектор. Это часто будет для нас намного быстрее, чем решение линейной системы. И существуют разные способы обновлять здесь матрицу B и CATE. Поэтому я просто написал, что обновление является низкого ранга. То есть вот эта вторая итерация, она по сути не очень дорогая. Самая дорогая — это подсчет матрично-векторного произведения. И может быть подсчет градиентов. Чтобы подвести итоги про эти методы, нужно сказать следующее. Они замечательны с точки зрения того, как быстро они сводятся по итерациям. Если вы воспользуетесь методом Ньютона, часто он задачу логистической регрессии решит просто за 20 итераций. Решили 20 линейных систем, все, закончили. При этом эту систему нужно решить, и ее каждый раз нужно решать с нуля. Поэтому это может быть довольно дорого. Особенно, если размерность начинает расти. Собственно, это та самая точка, когда мы начинаем интересоваться стахастическими методами. Когда у нас достаточно большая размерность. Потому что вроде бы эти методы хороши, но просто одна итерация может оказываться слишком дорогой для нас. И особенно это становится важно, когда у нас тоже количество функций большое. И прежде чем я перейду к стахастическим методам, я бы хотел, чтобы мы вот здесь подвели какие-то итоги. Если есть какие-то вопросы, давайте вы их зададите. Так, ну я вопросов в чате не вижу пока что. И руку никто не поднимает. Ну хорошо, можно тогда, если что... Если что, я тебя остановлю тогда в конце следующего слайда. Да, хорошо. Но суть, я думаю, здесь очень простая. И это все более или менее известные факты, которые пишут во всех книжках по оптимизации. Теперь идем дальше. Стахастические методы. Значит, давайте представим, какие именно задачи нас интересуют. Вот если вы откроете так называемый пакет Либосвем, где есть много датасетов, которые выложили в интернет, которые можно использовать для каких угодно экспериментов. Значит, вы обнаружите, что часто там будет размерность что-то порядка 10 в 3 до 10 в 8. То есть мы говорим про сотни миллионов чисел, которые относятся просто к одной единице данных. И количество данных само по себе тоже может очень сильно вырасти, в том числе до миллиарда. То есть вы можете представить себе, что каждое наблюдение — это какой-то пользователь, который зашел на сайт. Может быть, это один и тот же человек зашел сто или тысячу раз. И вот на каждый такой заход на сайт появляется огромный вектор каких-то чисел, которые рассказывают нам, что этот пользователь делал. И вполне вероятно, даже очень-очень вероятно, этот вектор будет разрежен. То есть это не просто 10 в 8 каких-то истинных признаков про то, что же этот пользователь сделал. Скорее всего, это просто бинарное кодирование того, что он сделал или не сделал. Например, если у него был вариант сделать одно из 100 действий, то, соответственно, у нас появляется 100 новых признаков. И где-то будет единица, а у всех остальных будет 0. В зависимости от того, что же из 100 вариантов этот пользователь выбрал. То есть нужно здесь особенно подчеркнуть, что у нас есть большая матрица, в которой строчки N строчек и D столбцов. И в этой матрице, скорее всего, будет что-то типа 0,00%, не нулей. Все остальное – это просто-напросто нули. И мы обычно храним такие данные в следующем виде. Мы просто запоминаем координаты, где лежит 0 и что лежит по адресу этих координат. Значит, вот такие большие вектора, в которых, по сути, очень мало ни нулей. И вот для таких задач как раз важны два типа методов. Первый тип методов – это те, которые были сделаны специально для случая большого N. Такие, как стахастический градиентный спуск. Здесь можно сослаться на статью Робинса и Монроа 1951 года, где что-то базовое было предложено, мы еще это упомянем. И большое D, большая размерность, для такого случая нам отлично подходят зачастую, но не всегда, координатные методы. Те методы, которые работают, изменяют лишь одну координату у вектора Х. Значит, про вот эти методы мы особо в докладе не будем говорить. Но просто полезно знать, что они существуют, и что особенно, когда N не очень большое, а D очень большое, они помогают существенно увеличить скорость решения задачи за счет того, что они рандомизируют по координатам. Мы будем говорить про рандомизацию по данным. То есть в каждый момент времени, если у нас есть огромная табличка, мы, скорее всего, будем брать одну строчку или, может быть, небольшой поднабор строчек. Дальше. Если бы мы использовали какой-нибудь метод из предыдущих, тех, что я обозначал, таких как ускоренный метод или метод второго порядка, они бы, скорее всего, были медленными сразу по двум причинам. Первая причина — это то, что для подсчета полного градиента понадобилось N проходов по векторам размерности D, то есть сложность одной итерации пропорциональна большому числу N. С другой стороны, потому что они обновляют все координаты, и из-за этого у них сложность, даже если градиент как-то был посчитан хитро и быстро, все равно нужно каждую координату обновить, и, скорее всего, это будет тоже пропорционально D. А вот если мы говорим про методы, такие как координатные и стахастические градиентные, то у нас сразу появляется несколько преимуществ по N и D, которые могут даже быть неочевидны с точки зрения теории. То есть с точки зрения теории они просто убирают вот эту необходимость считать всю информацию точностью. С точки зрения практики они еще влекут за собой много побочных эффектов. Например, если у нас данные разрежены, как я говорил, для больших данных это очень частая ситуация, то чтобы посчитать один стахастический градиент, градиент лишь одной функции всей большой суммы, нам нужно намного меньше, чем D-координат посчитать. И если мы изменяем вектор XK, то, соответственно, у нас это изменение будет тоже довольно дешевым. Более того, если мы проходимся по данным один за другим, то у нас они загружаются в память, и мы можем эффективно работать с кэшем. У нас начинает играть роль то, какого размера у нас кэш. Это тоже может сыграть какую-то роль, допустим, сделать метод в 2 или в 10 раз быстрее. С точки зрения теории ничего не меняется, но с точки зрения практики меняется очень много. И это становится намного удобнее с точки зрения того, как же это можно имплементировать на практике. Потому что теперь у нас стахастический градиент, он чуть попроще считается, чем полный градиент. Не нужно беспокоиться о том, что у нас в какой-то момент память может быть перегружена. С другой стороны, я хочу подчеркнуть, что те методы, которые я обозначал раньше, они не совсем выходят из игры. У них остаются все равно важные свойства. Самое главное свойство — это то, что они улучшают обусловленность задачи. Если мы говорим про метод второго порядка, то очень хорошо, когда мы можем такой метод тоже как-то рандомизировать. И в этом направлении тоже ведутся исследования, много литературы можно на этот счет найти. И это важное направление, потому что обусловленность тоже играет большую роль. Вот тут можем сделать тоже небольшую паузу. Дальше я буду говорить более техническим языком, будет больше математики. То есть перейду уже непосредственно к описанию того же, что же такое стахастический градиентный способ. Вопросов вроде нет. Не вижу вопросов. Кажется, что вводная часть всем понятна. Да, отлично. Тогда переходим дальше. Значит, что же такое стахастический градиентный спуск? В общем случае он решает задачу еще более общую, чем ту, что я приводил вначале. Я приводил задачу с конечной суммой. То есть у нас есть n слагаемых, и мы с ними работаем. Стахастический градиентный спуск, строго говоря, даже может работать с матожиданием. То есть если у вас n равно бесконечности, в некотором смысле, вы получаете вот такую постановку. Возможно, это связано с тем, что у вас есть некоторая случайность данных. Возможно, вам просто данные приходят, и вы их даже не храните нигде. Вот просто что пришло, то и пришло. В любом случае стахастический градиентный спуск работает в том числе для такой задачи, и поэтому здесь я его формулирую именно так. Значит, что делают итерации? У нас есть вектор xk текущий, и мы считаем nabla f от xk и xk. xk — это некоторая случайная величина. Нам важно, что она распределена так, чтобы у нас было по матожиданию вот это вот значение nabla f от xk и xk, чтобы это было просто то же самое матожидание, что и в самой задаче. То есть мы могли получить несмещенную оценку градиента минимизируемого матожидания. Дальше. Вот здесь есть γk, и γk на самом деле должно уменьшаться. И классические результаты нам как раз говорят, что γk должно быть таким, чтобы их сумма была бесконечность. Это позволяет нам двигаться в пространстве. Если бы мы ограничили шаги с самого начала, потому что их сумма ограничена константой, далеко не факт, что мы смогли бы добраться до оптимума. Просто потому что градиенты стахастические, скорее всего, тоже будут ограничены. То есть просто чтобы дойти до нужной нам точки, нам обязательно, чтобы шаги были достаточно большими. С другой стороны, они должны быть достаточно малы. И вот такая общая оценка, что сумма их квадратов должна быть меньше плюс бесконечности, она уже дает какие-то гарантии сходимости. Это классический результат, но современная теория говорит более конкретные вещи. Значит, для сильно выпуклых задач, про которые мы здесь говорим, то есть каждая слагаемая сильно выпуклая и гладкая, нам известно, что лучше всего выбирать гамма k, убывающая как 1 делить на k. Собственно, это ничему не противоречит с точки зрения тех условий, которые написаны слева. Если мы возьмем сумму 1 на k, это будет бесконечность, а 1 на k в квадрате – это будет уже конечная величина. Если шаги не уменьшать, то происходит то, что вы видите здесь на картинке. Мы начинаем сначала приближаться к оптимуму, но потом, как только мы оказываемся к нему близко, начинаются непонятные блуждания вокруг да около. Собственно, вы видите, там есть оптимум и там есть solution. Solution – это тот вектор, который мы получили в конце. Даже если у нас полный градиент, матожидание градиента равно нулю, стахастический градиент нулю не равен. И поэтому получается, что мы блуждаем по случайным ненулевым векторам. Но, тем не менее, сходимость асимптотический не будет. Дальше. Можно делать и более интересные подходы. То есть на предыдущем слайде я описал следующую стратегию. Каждый раз мы просто берем один стахастический сэмпл и забываем про все, что было до этого, мы просто двигаемся в направлении, которое нам говорит стахастический градиент. Много работ было на эту тему. Я бы хотел упомянуть статью здесь Берцекаса, точнее, это даже глава из его книжки, потому что там есть хорошая... Эта глава хорошо описывает всю литературу, которая была на тот момент. В том числе сам Берцекас довольно много про это писал. И в первую очередь он писал про так называемый инкрементальный градиент, который я пишу буквально через пару слайдов. И также хочу отметить, что мой соавтор Мертв Горбус Балабан, соавтор в других статьях, он работал над этим еще, мне кажется, в 2016. И вот недавно его статья была опубликована, где они приводили какие-то оценки, которые дали нам предпосылки к анализу. Дальше. За последние два года, даже получается полтора, появилось сразу три очень интересных статьи на эту тему. На самом деле там есть еще некоторые, которые я не привожу здесь. Но вот эти три я бы хотел отдельно выделить. Значит, в чем их суть? Верхняя статья, она привела в первый анализ метода перестановок, который я пока не описал, но скоро я пишу. Первое его описание, которое показывает, что этот метод на самом деле быстрее, чем стахастический градиентный метод. Но основной недостаток этой теории заключается в том, что она очень сложная и полагается на многие такие неочевидные вещи, как липшица ось гисянов, ограниченные градиенты вместе с сильной выпуклостью. Строго говоря, таких функций не существует. И, в общем, там есть теория строгая с точки зрения доказательств при выполненных предположениях, допущенных предположениях. Но вот сам подход там довольно такой, так сказать, тяжелый. Вот. Вторая работа, которая здесь перечислена, она дает результат слабее, но при этом не требует некоторых из этих предположений. Тем не менее, там аргументы тоже в стиле того, что для липшицевых функций выполняются определенные свойства с расстоянием Эйсерштейна. И, в общем, людям, которые занимаются оптимизацией, это может быть даже как-то неестественно читать. А вот третья работа, она не занимается верхними оценками сходимости. Она занимается нижними оценками. И вот одно из ключевых свойств нашей работы, которую я представляю, в том, что мы эти нижние оценки смогли подкрепить точно такими же верхними оценками. Не с точностью до констант, но вот с точностью до существенно важных величин, таких как обусловленность задачи и зависимость от числа итераций. Вот, значит, если вы хотите увидеть какие-то статьи, которые предшествовали нам, то вот эти три я всячески рекомендую. Теперь давайте еще раз... А, у меня есть вопрос, Костя. Можешь, пожалуйста, вернуться? Да, вот по третьей статье. Я правильно понимаю, что там нижние оценки приведены именно для методов типа SGD или метода перестановок? Ну, то есть... Для SGD нижние оценки, насколько я помню, вообще не мировые были сделаны. Я имею в виду, что там... Ну, вот в чем там конкретно новизна их нижних оценок? Да, они конкретно делают нижние оценки для метода перестановок. То есть то, что было до этого неизвестно, это вот как именно этот метод будет сходиться в худшем случае вот с точки зрения того, что мы не можем побить. При этом у них там тоже есть некоторые недостатки. В частности, вот число обусловленностей там равно единице, поэтому непонятно, какие же вот с точки зрения обусловленности будут оценки нижние. Но с точки зрения числа итераций там все понятно. То есть они делают анализ для нижних оценок в предположении... Без предположения ограниченности второго момента, я правильно понимаю, верхние оценки доказывают уже с этим предположением, которое очень обременительно для, безусловно... Я не помню, какие у них есть верхние оценки. По-моему, они только для квадратичных задач сделали верхнюю оценку. Нижняя оценка у них следующего рода. Это кусочно-квадратичные функции. То есть каждая функция является кусочно-квадратичной. При этом, насколько я помню, даже, получается, будет и гладкость, и сильная выпуклость, но только гисян, получается, не будет лишиться. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Значит, еще раз вкратце про стахастический градиентный спуск, но теперь с точки зрения чуть более современных результатов. И конкретно для нашей задачи с конечной суммой, с минимизацией 1n суммы эффектов. Значит, мы берем на каждой итерации одну из n функций, и по ней считаем стахастический градиент. То есть, ну, просто градиент этой функции. И чтобы метод сходился быстро, вот современная теория говорит нам следующее. Нужно брать вот такие шаги. Значит, для некоторого К0, который я здесь не привожу, но вы можете представить, что это примерно число обусловлено, скажем, тысяча итераций или 10 тысяч итераций. Для некоторого К0 мы держим количество итераций просто равным, простите, шаг равным 1 на 2L. Это позволяет получить экспоненциальную исходимость в начале. А потом шаг уменьшается как 1 делить на К. И здесь, на самом деле, играет довольно большую роль то, какой именно коэффициент стоит перед К знаменателем. В данном случае это μ пополам, где μ — это константы сильной выпуклости каждой из функций. То есть, μ пополам нам задает уже конкретный рейд. И этот рейд, он будет порядок сходимости, он будет 1 на К. Я здесь опустил многие константы, такие, как число обусловленности. Ну, в общем, это будет зависеть в том числе еще от расстояния изначального до решения, а также от того, какова же дисперсия стахастического градиента в оптимум. То есть, если у нас есть некоторая σ, которая отвечает за дисперсию стахастических градиентов в точке x со звездой, то оно будет непосредственно влиять здесь на порядок сходимости. И появится в этом O. Дальше. Есть инкрементальный градиент, который делает на самом деле очень простую вещь. Вместо того, чтобы каждый раз выбрасывать предыдущую информацию о функции, мы запоминаем, какой же индекс мы использовали. И вот инкрементальный градиент, он говорит следующее. А давайте я буду перебирать все функции в порядке, в котором они мне даны. То есть, у меня есть n функций, и на каждой итерации я беру сначала первую, вторую, третью и так далее, доходя до n, и потом начинаю заново. Это на самом деле звучит логично, потому что мы проходим по всем данным за n итерацией. То есть, у нас есть хотя бы представление о том, что мы начинаем лучше аппроксимировать полный градиент. К сожалению, сложность при таком подходе, она будет пропорциональна числу функций. И есть также нижние оценки, которые говорят тоже похожую вещь, что в худшем случае такой метод будет работать на самом деле медленно. И я вам покажу несколько графиков. Действительно оказывается, что этот метод, он намного медленнее зачастую, чем стахистический градиентный спуск. Несмотря на то, что мы делаем что-то разумное, мы просто пытаемся пройтись по всем функциям. Ну вот, на практике это работает не очень хорошо. А вот метод перестановок, который также называется random reshuffling, он делает что-то максимально похожее, максимально приближенное, но с небольшим изменением. Значит, здесь есть некоторая перестановка p. И, как здесь написано, множество состоящее из индексов p1, p2 и так далее, pn, это то же самое, что индексы 1, 2 и так далее, n. То есть наше p, it — это просто какой-то элемент из множества всех индексов. И каждый индекс представлен ровно один раз. Иными словами, мы получили перестановку функций, и теперь проходимся по этой перестановке в циклическом порядке. В остальном это то же самое, что инкрементальный градиент. Единственное отличие — это действительно, что мы поменяли порядок, мы его сделали случайно. И как только у меня перестановка закончилась, я прошелся по всем функциям один раз, есть два варианта. Первый вариант — мы просто получаем новую перестановку. Это и называется метод перестановки. Вот именно их много. На каждый раз, каждый раз после того, как у нас перестановка закончилась, мы получаем новую. Второй вариант — это то, что мы называем в статье shuffle once, то есть перестановка лишь одна, метод одной перестановки. И вот он один раз в самом начале эту перестановку получил, и потом идет по ней в том же самом порядке, что и инкрементальный градиент. То есть он становится в точности таким же методом за тем лишь исключением, что вот сумма функций фитер была перемешана в самом начале. Вот оказывается, что с точки зрения теории метод перестановок и метод одной перестановки, они работают одинаково. И на графиках мы это тоже видим. Далее. Какие именно шаги мы здесь должны брать? Гамма-к мы берем, опять-таки, непревосходящим 1 на l, но здесь уже появляется одно отличие. Если для стахастического градиентного спуска у нас там было 1 делить на 2 l, то здесь 1 на l. То есть в начале шаг может быть заметно больше. Это то, что нам говорит теория. При этом сравниваемся мы здесь с теми статьями, которые писались, их очень много, про стахастический градиентный спуск. И опять-таки мы используем тот же самый трюк, что и раньше. Мы не сразу начинаем уменьшать шаг, а первое некоторое количество итераций k0, такое же, на самом деле, как для стахастического градиентного спуска, мы шаг держим фиксированным. И вот выясняется, что это позволяет очень сильно увеличить скорость сходимости. Теперь вместо того, чтобы сходиться со скоростью 1 на k, мы сходимся со скоростью 1 на k в квадрате. Но при этом у нас оказывается, что вылезает еще корень из n. Этот корень из n, он на самом деле не так уж и плох. Если бы мы использовали метод полного градиента, у нас, или ускоренный метод Нейстерова, у нас бы вылезало n само по себе, а корень из n уже не так плохо. И поэтому этот метод, он на самом деле за счет того, что n большое число, получает сильное преимущество над полноградиентным методом за счет быстрой сходимости в начале. А также он получает преимущество над стахастическим градиентным спуском за счет того, что тут k в квадрате, а не k. При этом я также добавлю, что здесь спрятано во большом значение дисперсии метода перестановок. И у метода перестановок дисперсия определяется на удивление не так же, как у стахастического градиентного спуска. у нас будет в конце самым график про то, как именно эта дисперсия выглядит. Ну, в общем, то, что здесь нужно еще упомянуть, что не написано на слайде, это то, что во большом есть важная константа, которая на практике часто оказывается сильно меньше, чем такая же у SGD. И это одна из важных причин, почему этот метод на практике быстрее. Так, теперь хотелось бы, если есть какие-то вопросы по методу, их услышать, чтобы мы все время могли опираться на наше понимание, что же это такое. Я вопросов пока не вижу. А вот, вижу вопрос, сейчас прочитаю. Я правильно понимаю, что... Давай я прочитаю. А, хорошо. Да, вопрос. Я правильно понимаю, что исходимость квадратичная в среднем, как у того же метода Ньютона. Значит, здесь есть разница с методом Ньютона, заключающейся в следующем. Я, к слову, приведу полноценную оценку. Значит, метод Ньютона на самом деле сходится в этом смысле экспоненциальным. То есть здесь 1 на К в квадрате. Метода Ньютона будет экспонента, где также будет К квадрат, но он будет внутри экспонента. То есть экспонента и просто К квадрат — это земля и небо. Единственная... Ну, точнее, даже две причины, почему метод Ньютона будет хуже, это то, что там будет уже n полноценное и то, что там будет хуже зависимость от размерности. А вот в плане К квадрата у метода Ньютона там квадрат намного лучше. Там принципиально другой тип квадратичной сходимости. То есть вот, кстати, такая квадратичная сходимость, она называется не квадратичной, а сублинейной. Вот, хороший вопрос. Как выбирать перестановку? Значит, самое простое, что можно сделать, это просто каждый раз случайно ее получать. То есть вы обращаетесь к какому-нибудь питоновскому пакету типа NumPy, и там будет random permutation. Вы его вызываете, он нам дает перестановку. Альтернатива — это пытаться ее выбрать, пытаться как-то ее так подобрать, чтобы метод сходился быстрее. Насколько мне известно, про как это именно лучше всего делать, никто не знает. Есть какие-то идеи, описанные в одной из статей Берцекаса, где он пишет, что это на самом деле очень трудно, подобрать хорошую перестановку. У нас также будет гистограмма для дисперсии перестановок, где будет видно, что в принципе большинство перестановок между собой отличаются где-то на множитель 2 или 4. То есть если очень уж постараться и вычислить наилучшую перестановку, то скорее всего это даст вам преимущество, ну, будете в два раза быстрее сходиться. Тем не менее, какой-то простой вристики для этого нет. Вот, вопрос. Такая оценка получается для любой перестановки? Нет, не совсем. Значит, оценка здесь по матожиданию. Это означает, что если я ее просто выберу одну из всего множества, то есть вот я не знаю, если у меня даже n равно сотне, то там 10 в какой-то невероятной степени будет, сколько всего существует перестановок. Значит, если я выберу случайно, то с огромной вероятностью сходимость будет очень быстрая. Тем не менее, в худшем случае, как показывает вот эта оценка, n делить на k в квадрате, существует хотя бы одна перестановка, с которой все очень плохо. И на практике примерно это и наблюдается. Подавляющее большинство перестановок просто замечательные, но одна, две, очень маленькое количество все-таки существует, которые делают сходимость очень медленно. И тогда у меня еще есть вопрос. А, хорошо, давай. Вот можешь вернуться, пожалуйста, на слайд с рандом или шахтингом. Вот здесь гамма-ката, оно получается выбирается уменьшающимся и уменьшает, ну, с некоторого момента, когда мы там дойдем до некоторой окрестностей, уменьшается порядка 1 на k. Вот, вопрос такой, есть ли смысл как-то пытаться гамма-ката выбирать в зависимости от того, какую вот мы, какая сейчас пиита, то есть там в зависимости от функции. Пробовали ли вы, или там есть какие-то инсайты, и теории? Тут есть некоторая сложность. Значит, на самом деле, весь анализ, который у нас есть, он для фиксированного шага гамма-ката. То есть то, что мы анализируем, оно подразумевает, что гамма-к равно константе. То, что вот здесь написано, оно исходит из общего знания про то, как должен выбираться шаг, если есть определенная рекурсия, которую я покажу, опять же. И, значит, здесь вот есть мюделит на 3, например, возле множителя k в знаменателе. Значит, это связано с тем, что здесь k в квадрате, и с тем, что у нас рекурсия дает 1 минус гамма-ми. Тем не менее, как подбирать гамму для каждой функции, это очень хороший вопрос, и, к сожалению, мы понятия не имеем, как можно было бы вообще делать что-то с меняющимися шагами. Вот это такой простой, открытый вопрос, который может, любой может над ним подумать. У меня ответа на него нет. Хорошо. Тогда еще... Спасибо. Есть еще вопрос у Егора Шульгина. Он поднимал руку. Сейчас я ему дам слово. Егор, можешь включить микрофон? Спасибо. Да, я вот хотел бы узнать, спросить по поводу k0, есть ли какие-то оценки, когда наиболее оптимально переводить это переключение с постоянного размера шага на уменьшающийся? Реально ли это делать как бы на практике автоматически? Да, хороший вопрос. Ответа на него красивого, к сожалению, у меня нет, потому что это зависит сразу от двух вещей. Первая вещь очень простая. Это обусловленная задача. То есть, ну, k0 хорошо бы выбрать пропорционально обусловленности. Обусловленности называется l делить на mi. Вторая проблема – это то, что нам также желательно знать, как далеко от оптимума мы инициализируемся. Интуиция здесь простая. Если мы инициализируемся, у меня тут даже график на фоне. Значит, если мы инициализируемся где-то очень далеко, скажем здесь, мы можем с самого начала брать большие шаги. Почему? Потому что вся информация, она более-менее нас ведет к оптимуму. Если мы уже близко к оптимуму инициализируемся, нам нужно сразу же уменьшать шаг и очень быстро. То есть, k0 должно зависеть в идеале от того, как далеко от решения мы находимся. И в общем виде эта константа будет включать в себе много информации, которой мы не обладаем на практике. Какие-то практические способы его выбирать – это действительно интересный вопрос. И в принципе, даже вопрос, как многие вещи здесь сделать практическими, он заслуживает внимания. То есть шаги, вот это k0, выбор перестановки, может быть, какие-то способы быстрее определять, лучше выбирать L. То есть мы поговорили про то, как именно нужно уменьшать, с какого момента, а еще вот как L выбирать лучше. Тут очень много таких вопросов, которые вообще нет никакого ответа. Спасибо. Так, тут есть еще один вопрос. У нас теперь используемый на шаге субградиент слагаемого не будет несмещенной оценкой субградиента суммы. Да, это очень хорошее замечание. Значит, обратите внимание, поскольку я использую перестановку, у меня получается, что вот это nabla fp и t от xk, оно не является несмещенной оценкой nabla f. То есть я на самом-то деле на каждой итерации получаю какой-то градиент, который смещен. Поскольку вот это pita, ну, допустим, у меня середина моей эпохи. Я произвел уже половину pita, я их использовал, теперь у меня остается намного меньше вариантов, какой следующий индекс будет. Чем больше итераций я сделал, поскольку я прохожу по случайно выбранной перестановке, чем больше итераций я сделал, тем меньше вариантов случайных того, что же меня ждет дальше. В этом смысле у нас не работает стандартный подход к анализу таких методов. К сожалению, я про это не буду много рассказывать, но вот полезно знать, что анализ меняется, и причем очень сильно. Надеюсь, это исчерпывающий ответ, но если нет, я могу еще что-то прокомментировать. А, кстати, опять же, по тем же самым причинам, вот у нас есть гарантия для инкрементального градиента. Заметьте, что здесь нету матожидания. Здесь xk минус x со звездой, это просто само оно по себе уже попадает, на него уже можно сделать оценку сверху. Здесь матожидание, здесь само по себе. То есть в некотором смысле вот эти оценки для инкрементального градиента, они также нам дают гарантию сходимости почти на верную, и причем с вполне конкретным порядком сходимости. Это вот то, что в том числе хорошо выделяет этот метод на фоне стахастического градиентного спуска. Так, ну, я думаю, вроде бы я на все вопросы ответил. Думаю, можно продолжать. Значит, теперь я хочу чуть больше поговорить про то конкретно, что мы в статье делали. Значит, вот эта оценка, где стоит корень из n и k в квадрате в знаменателе, она в некотором смысле не является новой. Но вот что именно мы сделали, мы убрали кучу вот этих странных предположений про то, что нужны гладкие, точнее, липшицевые гисяны, про то, что нужны ограниченные градиенты у стахастических функций. Что там еще было? А, еще очень часто появлялось везде предположение, что количество итераций должно быть достаточно большим, чтобы оценка выполнялась. Вот у нас эти предположения, они просто не появляются, потому что у нас принципиально другой подход. Значит, теперь чуть подробнее про то, за счет чего появляются разницы. Вот здесь я выписал две оценки. Одна из них для стахастического градиентного спуска и другая для метода перестановок. В принципе, если вы помените метод перестановок на метод перестановки одной, оценка будет той же самой. И анализ вообще не зависит от того, какой из двух методов мы используем. Одну случайную перестановку мы получили или получали их после использования каждой перестановки. Значит, в чем фундаментальное отличие той сходимости, которую мы показываем? Вот здесь вы можете обратить внимание на X со звездой, которая появляется в X сходимости для SGD. Это просто решение задачи. Что появляется у нас для метода перестановок? Это некоторая XK со звездой. И что такое XK со звездой? Вот внизу оно написано. То есть мы берем наше решение X со звездой и определяем такую последовательность XK со звездой, которая на самом деле в алгоритме нигде не появляется и вообще не существовало, никогда ее не называли, не обозначали. Не было упоминания вообще про то, что какой-то некий XK со звездой может появиться. И обращаем внимание также, что XK со звездой зависит от перестановки. Соответственно, это случайная величина, но поскольку у нас все итерации случайные, в самой оценке это никак не заметно. Там просто стоял он от ожидания и стоит дальше. Тем не менее, оно зависит от выбранной перестановки. И определяется оно следующим образом. Нам нужно от X со звездой сделать несколько градиентных шагов по этой же перестановке, но градиенты считаются в точке X со звездой. Собственно, все попытки анализировать метод перестановок, которые были сделаны до нас, они опирались примерно на следующую идею. Если шаги взять очень маленькими, то получается, что как бы вот эти промежуточные действия, которые мы сделали, они все вместе превращаются в один большой градиентный шаг. И поэтому, в том числе, существующая теория не могла объяснить, почему вообще метод перестановок сходится быстрее, чем тот же самый градиентный спуск, с которого мы начали, который самый базовый метод. Вот эта оценка, она использует другую идею. Вместо того, чтобы показывать, что целиком мы, пройдя вот эту перестановку, делаем аппроксимацию градиентного шага, вместо этого мы показываем, что каждая итерация приближает нас к оптимуму. Но что интересно, это то, что приближает она к смещенному оптимуму, то есть к вот этому XK со звездой. То есть у нас получается, что даже если мы инициализируемся близко к X со звездой, мы вначале можем вообще от него уйти, уйти вот в сторону вот этого самого XK со звездой. И на практике мы действительно наблюдаем вот эти осцилляции через пару слайдов график. Вот. Значит, это первое, на что нужно обратить внимание, на то, что мы здесь смотрим на XK со звездой, и вот это вообще говоря идейно самая важная часть доказательства, что все работает. То есть после того, как нам удалось придумать эту последовательность, анализ получился довольно простым. И он там вмещается, если не на страничку, то, по-моему, просто чуть-чуть больше страниц. в то время, как анализ, который вот пытался там XK со звездой вставить туда, вот он вылезал на 3-5 страниц и так далее. И на самом деле там все плохо. То есть очень тяжело читать и воспринимать, что происходит. Одно небольшое изменение, вот такой небольшой трюк, просто понять, к чему же мы должны сходиться, и все, доказательство становится намного проще. Дальше. Вторая вещь. У сходимости для SGD вы можете обратить внимание, что там стоит сигма с звездочкой в квадрате. Это дисперсия стахастического градиента в оптимуме. То есть просто по определению дисперсия, поскольку градиент в оптимуме полный, равен нулю, дисперсия — это мотожидание квадрата градиента в оптимуме. Для метода перестановок дисперсия определяется вообще по-другому. И поскольку определение немного сложное, я его здесь не привожу, вы его, кстати, можете найти и подумать, почему же оно именно такое. Но, что тоже важно, оно опирается на XK со звездой. То есть вот эта последовательность, которую мы здесь ввели, она себя еще проявляет в том, как мы дисперсию определяем. И поскольку вот этот коэффициент сигма в квадрате определяет то, насколько быстро мы сходимся, это на самом деле чуть ли не самое важное место в новой оценке. Значит, если есть какие-то вопросы по определениям, я прокомментирую или про какие-то базовые вещи здесь. А дальше просто уже идут графики, поэтому, если есть вопросы более глубокие, то можем обсудить их после того, как на графике посмотрим. Сейчас давайте чуть подождем, если вопрос кто-то задаст. Хорошо. Значит, полный градиент. Вопрос. Вопрос следующий. Если градиент в оптимуме нулевой, то откуда у него дисперсия? Ответ заключается в следующем. У нас задача минимизации суммы функций. Например, как на меньших квадратах с L2 регуляризацией. Мы просто хотим минимизировать вот эти самые на меньшие квадраты. А зачастую, если система не решается в точности, у вас там будет какая-то все-таки ошибка. Это будут на меньшие квадраты, но не нулевые квадраты. То есть зачастую мы получаем градиент суммы равный нулю, а градиент каждого слагаемого это что-то не нулевое. То есть это каждое слагаемое оно может вообще говоря быть очень большим слагаемым градиент, а в сумме они дают ноль. Соответственно, когда мы говорим про дисперсию, это получается просто мотожидание нормы вот этих стахастических градиентов. Или если мы говорим про задачу на меньших квадратов, собственно, само значение наименьших квадратов это и будет дисперсия. Надеюсь, это проясняет вопрос про дисперсию. Да, значит, как я уже один раз упоминал, в теории мы на самом деле рассматриваем... Да, вопрос. Здесь гамма это шаг метода, который для RARO бывает. Ответ да, но в теории мы делали упрощение. Мы рассматривали только гамма k равное гамме на каждой итерации k. И на самом деле, чтобы все было точно с точки зрения теории, нужно брать не уменьшающийся гамма, как 1 на k, а нужно просто выбирать его заранее маленьким числом. На практике так никто делать не будет, потому что это будет сходить слишком медленно, но для теории это было упрощение, которое мы сделали. Теория, скорее всего, обобщается на случай переменных шагов и в том числе, вот, допустим, для стахастического градиентного спуска такая теория есть. Мы такой теорией не занимались в статье. Это, в принципе, открытый вопрос, можете считать. Я не думаю, что он сложный. Вот, хороший вопрос тоже от Эльнура Гасанова. На слайде показана сходимость как с касса-звездой. А что происходит со сходимостью к х-звездой? Значит, тут происходит вся магия в том, что можно посмотреть на значение х-н со звездой. Значит, вот тут внизу написана сумма, и, как вы видите, она включает лишь часть перестановки стахастических градиентов в оптимуме. Если здесь суммирование пройдет с самого первого индекса до самого последнего, то каждое слагаемое, каждый стахастический градиент появится в этой сумме. То есть, если я вместо k подставлю n, то получится, что у меня вычитается из х-звездой полный градиент. А значит, х-н со звездой это и есть х-звездой. И, собственно, получается такая картинка. Мы какое-то количество итераций уходим от оптимума и потом мы возвращаемся к нему. И в конце собственно того, как мы обрабатываем эту перестановку. Отлично. Так, ну, я думаю, теперь пора показать графики. Значит, вот есть эксперимент с логистической регрессией на датасете W8A. Сходимость на левом графике это то, что мы получаем для х-звездой. В частности, здесь есть усреднение по 20 случайным седам. То есть, я фиксировал то, какая именно у меня случайность будет выпадать и пронаблюдал вот такую исходимость. Значит, шаги здесь выбирались, как я обсуждал на слайде с методом. То есть, они убывают начиная с какой-то итерации. И вот вы можете заметить, что в левой части этого графика слева есть какой-то какой-то короткий промежуток когда мы по сути не приближаемся, не двигаемся с места. Это как раз до того самого момента, как мы уменьшили шаг. То есть, мы сначала очень быстро сходимся, потом есть постоянный участок, это потому, что там есть некоторая К0, и потом уже шаг начинает убывать, и вместе с ним появляется сходимость. Обратите внимание на то, какие сильные осцилляции здесь испытывают метод случайных перестановок. Вот то самое эксказо-звездой, который я упомянул, вот оно себя проявляет. При этом тут есть доверительные интервалы, но вы их, скорее всего, даже не видите, потому что эти осцилляции, они происходят с большой вероятностью. То есть, вот практически невозможно избежать того, что до того, как перестановка закончилась, мы уходим, отклоняемся от оптимального решения. В тот же момент, здесь вы можете увидеть оранжевую линию, это инкрементальный градиент, он сходится довольно медленно и оказывается, что для относительно небольшого количества итераций, он даже медленнее, чем стахастический градиентный спуск. Если бы я здесь сделал в 10 раз больше итераций, он бы со временем оказался лучше. Но поскольку количество проходов по датасету было ограничено, вот так вот он оказался медленным. Так, тут появился вопрос следующий. В чем интуиция за преимуществами метода одной перестановки относительно IG? Почему изначально порядок функций оказывается неудачным? Ответ заключается в том, что когда данные выкладывают в интернет, часто они как-то отсортированы. В том числе датасеты, которые я использовал, для них это выполнило. Они отсортированы по, во-первых, тому, какой там это задача классификации, поэтому тут есть ответ для каждого вектора, ноль или единицы. Вот, значит, они отсортированы по этому ответу и вполне вероятно еще по каким-то признакам. То есть, если у вас данные сильно структурированы и вы их именно в таком порядке используете, это начинает сходиться очень плохо. И вот именно поэтому инкрементальный градиент так плохо исходится. Так, дальше. Второй график. График справа. Здесь я выбрал, насколько я помню, 500 перестановок. И, значит, для 500 перестановок это не та же самая инициализация, что слева, это чуть ближе к оптимальному решению. Ну вот, для каждой из этих 500 перестановок я посмотрел траекторию, выбрал из них худшую и выбрал лучшую, а также показал, какое здесь среднее. И можно увидеть, что, значит, у нас есть осцилляции. Осцилляции довольно высокую вероятность имеют. Они очень похожи, то есть мы в середине находимся дальше всего от оптимума и к концу прохода по перестановке мы максимально близко к ней приближаемся. Вот так внутри перестановки одной может отличаться запуск метода. Следующий слайд сейчас я покажу. Это то же самое, только для другого датасета. Это датасет RCV1. Значит, здесь можно увидеть немножко другую природу осцилляции. Тем не менее, они тоже очень значительные. По факту внутри одной перестановки можно очень далеко оказаться от решения намного дальше, несколько итераций назад. И здесь, например, видно, что инкрементальный метод оказывается быстрее, чем стахастический градиентный. Просто потому, что у него скорость сходимости зависит сразу от нескольких вещей, в том числе от того, до какой точности мы сходимся. И вот, опять же, здесь видно то, как у нас выбор перестановки влияет на сходимость. В принципе, в худшие моменты бывают действительно намного хуже по данным случае полученным перестановкам красным. Зеленые оказываются довольно лучше, но в целом вот к концу перестановки они сближаются. И вот этот паттерн осцилляции у них очень похож. Теперь, мне кажется, самое интересное, что я хочу рассказать, это про дисперсию, которая появляется в оценках. Значит, здесь есть синяя линия на графике слева, это сигма-звездочка, это дисперсия стахастического градиентного спуска. Значит, давайте я сейчас вернусь на несколько слайдов назад и просто напомню, что вот здесь у нас оценки были одинаковы с точностью до того, к чему мы сходимся и какие значения дисперсии у нас появляются. Значит, у нас здесь есть сигма-звездочка, это то, что у стахастического градиента спуска, и сигма-арар. Значит, сигма-звездочка здесь от шага не зависит, это просто дисперсия стахастического градиента, так она определяется. Дело в том, что для сигмы у арар, или как здесь сигма-шафл внутри графика указано, вот для него у нас дисперсия на самом-то деле зависит от шага. Вы можете посмотреть определение в самой статье, я лишь хочу упомянуть, что оно опирается на xk со звездой, и как вы видите, xk со звездой тоже зависит от гаммы, то есть у нас вот таким нелинейным способом сигма, которая у метода перестановок, оно оказывается зависящим от гаммы. И на эту сигму можно сделать оценку сверху и оценку снизу. Значит, на графике слева оранжевая линия это оценка сверху, и она позволяет нам получить вот ту самую оценку через O большое, которую я писал, где у нас там есть корень из n и делить на k в квадрате. Вот, собственно, поскольку здесь оценка сверху она использует n, вот оно там и вылезает. Оценка снизу, она тоже самая, только там вместо l появляется mu, константа сильной выпуклости. Это оценка снизу на то, какая у нас дисперсия у метода перестановок. И эти оценки получаются очень легко, и они позволяют как-то сопоставить дисперсию стахастического градиента москва и дисперсию метода перестановок. Значит, если вы посмотрите теперь на эти выражения, вы заметите, что там есть гамма l n в случае верхней оценки и гамма mu n в случае нижней оценки. Значит, то, какой метод будет сходиться лучше, зависит в том числе от того, какие у нас значения шага, от того, насколько n большое, и то, как шаг сопоставляется с параметрами задачи l и mu. Вот. И конкретно для этой задачи, это задача та же самая логистическая регрессия с датасетом w8a, значит, у нас практически сразу наблюдается следующая ситуация. Мы чуть-чуть уменьшаем шаг, и у метода перестановок верхняя оценка становится лучше, чем у стокалистического градиентного спуска, а его фактическая дисперсия становится еще лучше. вот эта красная линия, она с самого начала получается лучше, чем у стокалистического градиентного спуска. Поэтому, когда мы смотрим здесь насходимость, мы сразу же видим, что вот уже первые 10 проходов по данным методы RAR и shuffle once, они сильно опережают, то есть метод перестановок и метод одной перестановки, они сильно опережают стокалистический градиентный спуск. И эта разница, она как раз кроется в том, что здесь красная линия находится строго под синей линии на графике слева. Дальше справа я хочу вам представить гистограмму дисперсии в оптимуме, посчитанную для разных перестановок. Дисперсия в оптимуме зависит напрямую от перестановки, поскольку зависит эксказо-звездой тоже перестановки. И вот помните, инкрементальный градиент сходился очень медленно. Это потому, что если мы для него посчитаем дисперсию, то вот эта вертикальная красная линия справа, это и есть она. Она принимает огромное значение. А вот большинство дисперсий для случайного выбора, они оказываются намного лучше. И может показаться, что здесь шапочка не очень высокая, но на самом деле здесь логарифмическая шкала по Y. То есть значит на 500 тысяч перестановок, это суммарное количество перестановок, которые я здесь использовал, получилась следующая картинка. Где-то 400 тысяч перестановок, они все находятся в довольно узком интервале. Поскольку здесь шкалы обе логарифмические, небольшая разница в высоте, она на самом деле играет очень большую роль. А вот количество перестановок, которые мне выпали случайно и привели к плохому значению дисперсии, оно очень мало. То есть вот это значит отсечение 10 в первой, это вот 10 перестановок оказываются довольно плохими. Где-то сотня оказывается значительно плохими. Тысяча это количество перестановок, у которых вариантов больше, чем 10 минус третий. Он всегда на все 500 тысяч перестановок он был меньше, чем 10 минус второй. Никуда меньше, чем где-то 0,5, если не ошибаюсь. то, чтобы было дисперсия в инкрементальном градиенте. И вот, конечно, хотелось бы иметь какие-нибудь эвристики или нормальные теоретические способы получать перестановки, которые отвечают за дисперсию, равную 10 минус четвертой. Ну, вот это открытый вопрос. Если кому-то что-то удастся придумать, это на самом деле будет играть значительную роль для практики. Значит, тут есть вопрос. Если начальная точка существенно далеко от оптимальной, дисперсия в оценках тоже та, которая в оптимуме, не та, которая возникает на каждом шаге в текущей точке. Значит, дисперсия в оценках специально делается через дисперсию в оптимуме, потому что так мы получаем какой-то простой способ ее измерить. На самом деле можно выбрать любую точку и через любую точку измерять дисперсию. Основное преимущество того, что мы ее оцениваем сверху через дисперсию в оптимуме, это то, что оно нам позволяет избавиться от предположения, что дисперсия ограничена по всему пространству. Если начальная точка очень далеко от изначальной, на самом деле, скорее всего, там дисперсия будет значительно больше, чем в оптимуме. Но при этом у нас также будет больше преимущества от каждого стокаристического градиента. Мы будем сильнее приближаться, быстрее приближаться к оптимуме. Поэтому эти эффекты друг друга компенсируют. И в реальности оценки, которые верхние, они имеют очень большое, они хорошо сопоставляются с практикой. То есть вот такие второстепенные эффекты, то, что у нас дисперсия неравномерная по пространству, они на самом деле взаимонигилируются с какими-то другими моментами. Так, есть ли здесь еще вопросы, потому что это мой последний слайд. Прежде, чем я на следующий вопрос отвечу, если он будет, хочу сказать следующее. В статье есть еще некоторые интересные моменты. Например, я здесь вообще не обсуждал, что происходит в невыпуклом случае. Невыпуклый случай интересен и на самом деле неприятен тем, что там нет никакого оптимума. Там локальные минимумы, там нет никакого х-звездой. Соответственно, делать все эти оценки на дисперсию в оптимуме тоже не имеет никакого смысла. И получается, что многие теоретические переходы, которые мы делали, они не работают. В частности, у нас вообще нет никаких гарантий теоретических для метода одной перестановки. Почему он будет работать? У нас есть оценка для метода случайных перестановок. Она лучше, чем у стахастического градиентного спуска. Но для метода одной перестановки у нас ничего не получается. Та теория, которую я обозначал выше, с дисперсией и кс-кассой звездой, она работает как для одной перестановки, так и для получения новой перестановки каждый раз, когда мы закончили предыдущую. А вот для него такого нет. Это один из вопросов, который оставляется открытым. Другая идея, которую я хотел бы обсудить, это что мы можем на самом деле делать много разных алгоритмов тоже со случайными перестановками. Это имеет большое значение с точки зрения практики. Во-первых, мы можем лучше работать с памятью. Во-вторых, часто оказывается, что такие методы просто вот быстро сходятся к какому-то оптимуму, а дальше какой-то окрестности оптимума. А дальше этой окрестности нас особо и не интересует сходимый. Поэтому для таких случаев эти методы очень практичны. И вот много теорий было разработано в последние годы для разных методов оптимизационных. И вот для многих из них было бы действительно интересно посмотреть, какая же сходимость будет именно с перестановкой. Тем более, что перестановка нам упрощает допустим работу с подгрузкой данных. В общем, по этой причине я сельский рекомендую всем подумать над тем, есть ли у вас какой-то любимый метод, который хотелось бы обобщить или перевести на вот этот формат для перестановок. Например, опять же, возьмем задачу такую как минмакс. Все, что я сегодня обсуждал, это минимизация. А вот для минмакса у нас совершенно нет никаких знаний о том, что происходит с перестановкой, насколько мне известно. То есть, даже вот старые работы, которые я смотрел, я не видел ничего для минмакса. Мне кажется, это тоже одна из интересных задач. Но, теперь я буду рад ответить на какие-либо вопросы, если они остались, и на этом мы, наверное, можем закончить. Спасибо, Константин, за доклад. В общем, наверное, вот у меня просто есть вопрос, я тогда начну. В общем, я хотел уточнить, как определяется, вот, можешь, пожалуйста, открыть слайд с теоретическими оценками, где sigma rr в квадрате для постоянного шага. Да, вот здесь получается, вот как для ESG доказывается, там получается, допустим, некоторая рекурсия, на x ката минус x со звездой в квадрате, а потом мы ее, в общем, анализируем, говорим, что давайте возьмем, на самом деле, гамма, равная гамма к атому некоторому, и у нас там что-то получится. Я правильно понимаю, что для метода перестановок точно так же все делается? Не совсем. Значит, тут есть xk со звездой, и его определение существенно опирается на гамму. Соответственно, если я меняю шаги, то мне нужно менять определение xk со звездой. Дальше. Предположим, что для каждого k я возьму и сделаю свой собственный шаг гамма k. Проблема в том, что у меня xn со звездой тогда не будет равно xu со звездой. У меня будет, опять-таки, сумма стахистических градиентов, но каждый будет со своим шагом. И поэтому у меня не получится сделать оценку как хотелось бы. Я подозреваю, что чтобы сделать красивую теорию для уменьшающихся шагов, нужно делать следующую процедуру. Внутри эпохи шаг постоянный, то есть внутри перестановки, работы с одной перестановкой, шаг постоянный. Затем, либо когда мы с этой перестановкой закончили, либо когда мы новую получаем, работаем с новой перестановкой, либо мы берем то же самое, ну вот мы просто один раз прошлись уже по этой перестановке. В любом случае, мне кажется, что шаг нужно уменьшать именно в этот момент. Как только мы сказали «отлично», с этой перестановкой хотя бы один раз мы закончим, чтобы определение x-ов со звездой было сбалансировано. Но тем не менее, такой теории у меня нет. и получается вот в экспериментах вы использовали тоже периодические уменьшения шага или как один на к он уменьшался? На самом деле я уменьшал как один на к просто для простоты. Вполне вероятно, что те осцилляции, которые вы здесь можете наблюдать, они также связаны с этим моментом, что там есть уже какое-то дополнительное смещение. Я не проверял, что будет, если уменьшать по-человечески. Тем не менее, они выглядят очень хорошо соотносятся с тем объяснением, как для постоянного шага было, то, что сначала мы уходим. Еще такой момент получается, что на графиках метод, когда мы делаем shuffle once, то есть используем одну перестановку, он работает практически так же, как метод, который использует после каждой эпохи новую перестановку. Это как раз объясняется тем, что большинство перестановок хорошее. Да, судя по всему, у меня, к сожалению, нет возможности для вообще всех перестановок их слишком много посчитать дисперсию, но судя по всему, те перестановки, на которых дисперсия плохая, они в принципе невозможно их случайно получить. Нужно очень уж много пытаться. Я пытался 500 тысяч перестановки сделать, я не нашел ни одной недостаточно плохой. Единственный способ это действительно кластеризовать данные, и вот это похоже дает действительно плохую перестановку. К сожалению, с хорошей перестановкой нету такого простого подхода. Надеюсь, кто-нибудь это сделает. Спасибо, тогда сейчас дадим возможности еще людям задать вопросы. У меня есть еще вопросы, если на потом тогда осталось. Так, есть ли вопросы, можете их написать в чат, можете вот, есть вопрос, сейчас включу звук. Алло? Да, слышно? Спасибо за интересный доклад. И у меня тут возникла такая идея, ну, может быть, в виде вопроса, поскольку сначала шла речь о стахастической аппроксимации, ну, в какой-то части, а потом рассматривал задачи, на самом деле, детерминированные, и применялся в частности вот такой метод, где получается рандомизация, ну, фактически это в некотором смысле тоже задача получается тогда стахастического, то есть метод стахастический получается. Согласны, да? Вот. Ну, вот, есть метод Олика Руперта, известный, метод стахастической аппроксимации с усреднением, где там получается интересная вещь, ну, в теории, что нужно задерживать, как бы неоптимально выбирать градиентный метод, стахастического градиента, вот, и потом еще дополнительно усреднять обычным усреднением. И вот это дополнительное усреднение в каких-то естественных условиях работает так, что общий метод получается оптимальным. Ну, в смысле сходимости асимптотической. Вот. Поэтому здесь, может быть, когда вы применяете такой вот рандомизированный метод, то, может быть, имеет смысл вот такой двухшаговый как бы метод делать. Вот эту гамма-катэ выбирать не таким образом, как вы выбираете, а более медленной, порядка единиц разделить на корень из-ка. Вот. Может быть. И потом дополнительное усреднение тоже сразу же делать и асимптотически может получаться улучшение. вот я хотел бы предложить или сказать, обсудить. Спасибо. Я могу сказать так. Значит, поскольку я выбрал простую задачу в каком-то смысле, сильно выпуклую, и тут получается, что усреднение на самом деле не нужно, и все работает хорошо просто на последней точке. Насколько я даже понимаю, те оценки, которые у нас есть, они не улучшаемы даже с точки зрения того, что вот можно получить без дополнительных приемов, вроде уменьшения дисперсии, variance reduction так называемого. То есть для той конкретной задачи, которую мы рассмотрели, вроде бы улучшить усреднением ничего нельзя. Но при этом у нас есть, точнее, у нас была попытка сделать что-то без сильной выпуклости, посмотреть, какая же оценка будет тогда. И получилось довольно плохо и непонятно, что делать. мне кажется интуитивно, что усреднение должно было бы помочь. При этом я даже не знаю, какое усреднение. Допустим, можно же здесь, например, усреднять внутри прохода по перестановке, а можно что-то с этим делать, например, инициализировать так следующую перестановку, а может быть, нужно просто брать и усреднять все встретившиеся нам итерации. И даже как подбираться к такой теории, я не знаю. Вот мне кажется, что вот сама задача, что происходит без сильной выпуклой, она достаточно интересная, потому что просто вот техник не хватает. И может быть, получится придумать какой-то новый трюк, какую-то новую технику, и это позволит также получить и что-то интересное для усреднения. И в целом, да, я считаю, что это действительно очень интересная идея посмотреть, что можно получить, в том числе с шагами, которые бывают как один на корень низко. Да, с дополнительным усреднением. Да, да. Усреднение обычное, я имею в виду, так как и Немировский с Юдиным делали еще в своей книге, мы продолжали тоже делать и в других случаях. Я могу, наверное, лишь упомянуть просто здесь, что поскольку у нас каждая итерация не является, вот градиент, который мы получаем внутри перестановки, он не является несмещенной оценкой полного градиента, вот это является основной сложностью в получении каких-то оценок для среднего, потому что у нас просто пропадает несмещенность. Ну да, согласен. Спасибо за вопрос, очень интересно. Еще возник вопрос у Николая Журбенко. Алло, вы меня слышите, да? Да, да. Здравствуйте. У меня очень наивный вопрос. Вы приводите, вам и доказаны некоторые оценки эффективности ваших алгоритмов. мне интересно, есть ли принципиальная трудность в доказательстве от оценок для n равно 2 и n больше 2? Ну, то есть, число функций. Я хочу сказать, что n равное 2 здесь настолько же трудно, как и общая n. Ну, тоже. потому что даже для n равного 2 у нас бы возник дополнительный оптимум. Вот, x-касса звездой, оно бы... То есть, значит, если мы докажем для n равного 2, то фактически мы докажем. Ну, по факту, да. Понятно. Вот. Ну, и еще такой вопрос. Вот вы в некотором обзоре постфокастическом, вот, оптимизации, апроксимации, вы называли работы, ну, вот, мне кажется, что, значит, довольно интересные работы были в каком-то смысле основоположников прямых методов стокастических алгоритмов. Это Ермолев, Шор. Вот. Вы знакомы с этим? Ну, я, например, знаком с работами Шора по нормализованному градиенту. Я помню, я читал даже книжку Бориса Полика про, как же она называлась, что-то вроде достижения советской науки в оптимизации. Вот что-то в таком ключе. И я помню, когда там было интересно, ну, даже такие неочевидные вещи, как то, что нормализованный метод Шора, что это было нетривиально, когда он его представлен. Хорошо, спасибо. Так, есть еще вопрос в чате. О, я прочитаю. Так. Лингвистический вопрос. А почему алгоритм не назван random permutation? У меня на самом деле нет на него ответа. У алгоритма сразу несколько имен, то есть кто-то даже не называет его отдельным именем, а просто говорит SGD without replacement, то есть стокхастический градиентный спуск без повторения. почему мы, например, не использовали конкретно это имя, потому что существует также просто стокхастический градиентный спуск, который делает mini-batching, и внутри mini-batch'а он там делает сэмплирование с или без повторения. Почему это shuffling или reshuffling, а не permutation, я, к сожалению, даже сказать не могу. Вот вообще без идеи. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Ну, если нет вопросов, тогда я позволю себе еще один вопрос задать. В общем, такой вопрос. Насколько важно в анализе каждая функция предполагается в анализе, что каждая FIT сильно выпукла. А если, допустим, немножко ослабить, то есть потребует только что сумма сильно выпукла, а отдельные слагаемые... Да, к сожалению, весь мой анализ здесь ломается, и я не знаю, что в этом случае делать. То есть просто... Видимо, из-за отсутствия несмещенности. В каком-то смысле да, я даже не знаю, какая вот нижняя оценка будет. То есть нижняя оценка, которая для случая, когда каждая функция сильно выпукла, она понятно применима и к сумме сильно выпукла. То есть лучше не будет. Но может быть есть и другая, может быть можно сделать более сильную нижнюю оценку, которая скажет, что даже вот как здесь не получится. Этот вопрос открытый. Ну вот скажем, а если допустим сравнивать random reshuffling с каким-нибудь sgd с important sampling вот там... Что делать для случая разной гладкости? Да, допустим. Да, поскольку мы здесь используем каждую функцию, у нас особо нету вариантов использовать разный шаг для разного градиента для разной функции. И более того, как-то сэмплировать по-особому мы здесь тоже не можем, потому что переустановка она останется перестановкой. И поэтому вообще непонятно. То есть непонятно, как совместить эти две идеи, например? Да, вообще непонятно даже как подбираться к таким методам, которые используют гладкость каждой функции. Возможно как-то распределение на перестановках задавать, но это уже непонятно. Да, тогда еще на самом деле можно даже так это себе представить. Мы здесь практически никогда не пользуемся матожиданием. Поэтому получается, что в невыпуклом случае подход совсем отличается. Да, в невыпуклом случае подход сильно отличается и я бы сказал он менее красивый, потому что там нету вот этого x-к со звездой. Мне кажется, вся соль этого метода она как раз вот тут проявляется за счет появления вот этих особых точек. я правильно понимаешь, что в невыпуклом случае там уже анализ он чем-то пытается саппроксимировать анализ обычного sgd. Даже я бы сказал просто саппроксимировать анализ градиентного спуска. ну да, которая аппроксимирует в свою очередь анализ градиентный спуск. Ну, там немного другая последовательность, там не на sgd ссылка, а все-таки напрямую на градиентный спуск. Потому что, опять же, там не появляется никаких метрожитаний, которые мы могли бы посчитать. Все по-прежнему является смещенным. То есть, проще жизни становится. тогда еще вопрос. если задача, допустим, задача с регуляризацией, то здесь пробовали вы анализировать метод случайных перестановок для задач с регуляризацией и вообще есть ли результаты регуляризации, которые не льва. Да, 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 для максимального случая. Ну, я специально не называл этот вопрос открытым, по той причине, что я знаю, что делать. А, все. Да, в интернете ничего нет. Но можно сказать, что спустя какое-то время должно появиться в сети. Понял. А что делать? Ладно, на это можно не отвечать. Так. Ну, видимо, все, я думаю. Если еще есть вопросы, то, наверное, можно еще задать. Было время и какая-то часть участников уже покинула чат, так что, думаю, можно заканчивать. сейчас. Александр Владимирович. Да, тут вроде вопрос от Владимира Семенова еще был, но он такой лингвистический, в общем. А я уже отвечал, да? Да. Ну, хорошо. Отлично, тогда, наверное, все. Спасибо большое за доклад. Спасибо большое, что я позволю. Настя Колоскова, у них прошла статья на ICML, довольно, мне кажется, статья наделает некоторого шума, вот, Настя согласилась у нас сделать доклад, она работает в ЕПФЛ, и статья совместно с Тичем, Яги, довольно известные сейчас популярные специалисты, вот. Хорошо, тогда до следующего раза, до среды, как обычно, в то же время. Да. Спасибо, до свидания, я завершаю трансляцию. Спасибо.